Здравствуйте дорогие зрители моего канала меня зовут Дмитрий я рад представить вам очередной 44 выпуск еженедельного обзора отечественных инди игр в разработке сегодня в выпуске смешивание жанров fps и моба может быть это уже не ново двумерный квест про советский ретро футуризм в стиле бегущего человека с графикой как во флешбек shut up and take my money потерянная кошечка способна изменять сущности и невероятные приключения иностранцев в микрокосмосе приятного просмотра поехали открывает сегодняшний выпуск проект с названием axios от команды axios games team на unreal engine 4 это сессионный онлайн шутан от первого лица разработчики уверяют что тут у нас происходит смешивание жанров моба и fps ваш аккаунт постепенно прокачивается и получает уровни зависимости от этих уровней вы можете прокачать свои способности оружие и спец предметы во время боя все плюшки и улучшения которые вы приобретаете будут при вас только на один бой потом придется заново все это копить с одной стороны это как-то печально нет привязки к своему персонажу нет элементов петтинга с другой стороны первые несколько минут после начала боя все игроки на карте равны бегают с начальным пистолетом и без специальных обилок поэтому даже зеленый новичок первого уровня может пару минут понагинать папку у которого заблокированы уже все обвесы и оружие в итоге конечно все встанет на свои места но новичок в душе будет знать что при равных условиях он будет рулить изначально нам доступны ак-74 м4а-1 пистолетик и пара обивок типа лечилки постепенно мы открываем более богатый арсенал включая гранаты гранатометы пулеметные террели на гусеницах замедление пуль в пространстве невидимость арт обстрел и многое другое карты пока что разнообразием не блещут видно что пока готов только один ассет для окружения и расставляя его в разных комбинациях авторы пытались создать различные боевые ситуации на картах еще тут встречается смена погодных условий и бой ясным днем сильно отличается от боев туманной ночной тиши динамика боя напоминает battlefield довольно медленное неуклюжее перемещение по карте никаких распрыжек и прочих выкрутасов из квейк подобных многопользовательских шутанов я лично предпочитаю именно быстрые динамичные складки на бешеных скоростях с трюками и хорошей видимостью противника кисельный battlefield с контра страйком мне не по душе саляви пока что онлайн в игре очень мал но к вашим услугам всегда есть боты на которых можно потренироваться в данный момент проект находится в раннем доступе до 1 декабря у вас есть возможность приобрести его за 100 рублей потом будет 200 ну а попробовать проект самостоятельно можно по ссылке в описании следующий проект носит имя dream break и разрабатывается командой аист studio на game maker studio это двумерный пикселявый квест в стилистике советского ретро футуризма не такого как фоллауте а скорее как в бегущем человеке недалекое будущее советский союз до сих пор существует и процветает главный герой приезжает с утра на работу и становится свидетелем загадочного убийства на трупе он находит ключ к номеру который надо бы проверить в конце рабочего дня ведь он молод горяч и с видео играми в этой вселенной все очень плохо визуально и стилистически игра очень напоминает великий и ужасный флешбек чего скрывать анимация главного героя просто-напросто скопирована с оригинала и разработчик этого не скрывает потому как проект начинался как авантюра ничего серьезного от него никто не ожидал хоть оригинальный флешбек был более action-адвенчурой рассматриваемый проект является в большей степени квестом просто так прыгать и лазить по платформам вам никто не даст стрелять приседать перекатываться тоже стреляем мы только в строго отведенных местах при этом по очень аркадной механике жмем вперед стреляем жмем назад генерируем некое защитное поле вот и все попадая в тайминг противника пытаемся вовремя прикрыться щитом что касается мирных похождений тут все как поликалом классических двумерных квестов ходим по локациям взаимодействуем с окружением берем предметы применяем их нужных местах получаем возможность продвинуться по сюжету течение игры я встретился с некоторыми багами которые не позволили мне играть дальше хотя очень хотелось проект уже прошел steam green light поэтому вы можете поддержать разработчиков теплым словом и дельным советом а ознакомиться с проектом подробнее можно по ссылке в описании следующий проект называется lost cat и разрабатывается товарищем зазу на unity это двухмерная пространственная головоломка мы играем за потерявшуюся кошку которой нужно пройти слева направо по пути ей встречаются различные препятствия и звездочки которые нужно собирать фича данного проекта в том что мы можем в любой момент изменять сущности предметов на уровне нажатием кнопки ящики превращаются в пилы паучки превращаются в платформы а вороны превращаются в звезды и вот так вот порой на лету приходится менять окружающий мир чтобы не напороться на какое-либо препятствие в общем то все очень мило если не обращать внимание на некоторую деревянность управления излишнюю хардкорность отдельных уровней и арт взятый из интернета разработчик принципе ничего не говорил про то что ему нужна помощь визуальной составляющей игры но я подозреваю что если к нему обратиться воодушевленный энтузиаст способный превратить это немного неуклюжее поделие в конфетку разработчик будет не против скооперироваться и выпустить годный продукт а попробовать игру самостоятельно можно как всегда по ссылке в описании следующий проект носит имя inside me и разрабатывался на cf 2.5 командой snow bite games это топ-даун шутер с элементами тактической стратегии с приятной графикой в микрокосмосе вы выступаете в роли лекарства вернее одного из компонентов лекарства вас закачали в больной организм где обитает множество разнообразных мерзких созданий которых нужно расстрелять вы можете таскать с собой на борту до 8 по крайней мере в начале мини бойцов их нужно улучшать изменять и подбирать для определенного типа заданий есть скорострельные и слабые есть медленные но мощные есть зенитки и прочее когда они на борту нашего героя он сам может стрелять тем чем оснащены его помощники если выкинуть миньонов пространство стрелять мы уже не сможем зато сможем сконцентрироваться на установке защитных полей и выманивание противника на себя в общем огромный простор для тактики бои выглядят красочно и динамично все интуитивно понятно управление конечно оставляет желать лучшего например чтобы использовать обилки типа щита нужно жать на единичку в полусражении это как-то не так просто осуществить да и управление на геймпаде вроде как нет а в остальном очень годный тактический шутер проект доступен в стиме со скидкой 20 процентов до 1 декабря по цене в 200 рублей подробнее как всегда по ссылке в описании а теперь немного раздувшаяся рубрика собираю команду сегодня аж семь проектов первый проект это the atomic world разрабатывается на unreal engine 4 жанр от вендюра от третьего лица в мире победившего постапокалипсиса разработчикам не помешает помощь аниматора и художника второй проект называется my little робот квест с элементами rpg разрабатывается на game maker studio разработчик примет помощь аниматора и звукорежиссера третий проект black sales трехмерная адвенчура про пиратов происходящее в восемнадцатом веке нужен целый набор специалистов таких как концепт художник текстурщик 3d моделлер и как окружение так и персонажники четвертый проект называется ноуэр это хоррор от первого лица с элементами квеста разрабатывается на unity в команду требуется 3d моделлер хорошо если еще и аниматор а также композитор и вообще саунд дизайнер пятый проект носит имя arena z это экшен от первого лица в стиле пейнкиллера и серьезного сэма разработчик не откажется от крепкой руки 3d моделера окружения и персонажей и 2d художника готова взять на себя груз создания толкового интерфейса шестой проект называется территория мертвых это двухмерный экшен хоррор про зомби в основе проекта много концептов и даже есть промо ролик ищется художник аниматор ну и седьмой проект онлайн шутер на unreal engine 4 выглядит достаточно круто в команду требуется двое программистов со знанием си шарп или си плюс плюс один 3d моделлер и один концепт художник зачем ему нужно двое программистов не уточняется вот собственно и все спонсорами этого выпуска стали зантии arctic noise gloom колобок spb skyblade кто-то мирал влад да еще кто-то диабло и димитрополис ну вот это я понимаю спасибо огромное неважно что фактически собрали это за две недели все равно очень круто с такой поддержкой можно продвигать обзор ну а если вы также чувствуете желание поддержать обзор и отечественных разработчиков финансово в описании к этому видео вы найдете все необходимые реквизиты кстати самые внимательные зрители наверняка уже заметили что в этом видео спрятаны пять ключей к раннему доступу эксиос и еще три ключа к игре inside me кто активировал пишите какой ключ вы забрали также не забывайте писать какой из проектов понравился вам больше всего и почему ну а если ничего не понравилось пишите какой был хуже всех и опять же почему у нас принимается только конструктивная критика желающих бросить говна на вентилятор буду понять перманентно что ж спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось увидимся в следующем выпуске ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте играйте и разрабатывайте только хорошие игры с вами был дмитрий всем пока пока